Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, рад приветствовать вас. Ну, может быть, с не очень хороших новостей начнем. Прорыв воды на Карховской ГЭС. Что это, по-вашему? Вот, знаете, у нас говорят, сгорел сарай, гори и хата. Это вот из этой оперы? Или это попытка переключения внимания с контрнаступа, так называемого, которого пиарили целый год? Знаете, то, что делает сейчас Украина, невероятно важно анализировать, потому что это будущие лекала, то есть вот то, что они сейчас вытворяют, это все будет применяться потом, в будущем, в том числе в отношении Беларуси. Что происходит в Карховской сегодня, на Карховской ГЭС? Да, около двух часов. Еще раз надо подтянуть, это предварительная информация. Уже разрушенной, уже в очень находящемся сложном положении даме начали наносить удары, произошел прорыв. Вот в эти минуты, когда пишем интервью, Карховская ГЭС продолжает разрушаться, идет подтопление населенных пунктов, но что мы видим во внешних средствах массовой информации, в первую очередь в американских, что говорят деятели Украины? Россия подорвала даму, Россия пошла на бесчеловечные шаги, Россия виновата, Россия, Россия. И это подобное, вот на что это похоже? Если бы Россия сейчас применила ядерное оружие по Киеву, это, наверное, не было бы так ярко и так, наносил бы такой ущерб для России, нежели чем то, что сейчас происходит на Каховке. Потому что это мирные люди, это ни в чем не повинные населенные пункты, где проживают одни старики, которые не уехали. Поэтому, конечно, эта акция является, в первую очередь, информационно-психологической. Западу нужны психологические основания для наращивания военной агрессии в отношении России. Вот поэтому это произошло именно с этим, когда мы видим фактически начало активной фазы наступления Украины на российские позиции. Но ведь, помимо того, что да, это повод для наращивания, в том числе и помощи военной Украине, конечно же, безусловно, и очередной репутационный удар, ну, со стороны, во всяком случае, Запада, в их глазах по России. Но это же огромная экологическая катастрофа. Ведь от этого же водохранилища юг Украины, все сельское хозяйство, это из житницы превращается просто в дикое поле без этой воды. Опять же, Крым снова под угрозой обезвоживание. Там порядка двух миллионов кубометров оттуда уходило воды в Крым. Я уже не говорю о затоплениях и связанных с этим тоже сложностях. По Крыму сейчас отчитывается регион и говорит, что запасы воды позволяют решить все проблемы, никаких угроз сейчас. Лишения водоснабжения нашего Крыма не существует. Это хорошо, это обнадеживает. Вместе с тем, вы правы. Они же понимают далеко идущие последствия происходящего. Вот, если возможно, я прямо отсюда перекину мостик на Белгород, мне это напоминает то, что там происходит. В Брянском области, на первую очередь Белгородской, там Шебекина, я вернулся в эти выходные, был там, видел с собственными глазами все, что происходит. Ты же тоже понимаешь, что они творят, для чего. Неужели их волнует сельское хозяйство в любой части Украины? Абсолютно нет. И все равно. Почему? Потому что маленький момент, очень важный. Мы ведь с вами сейчас ведем муку в войну. В чем главная особенность? Особенность в том, что американцам, вообще англо-саксонскому миру, больше не нужна собственная армия. Им нужны военные, вспомогательные подразделения, которые осуществляют обеспечение планирования и управления чужими войсками. По сути дела, сейчас колоссальное поле для утопистов. Они бы могли писать потрясающе по какой-то совершенно нестандартности произведения. Почему? Потому что если мы раньше говорили, что да, вот впереди будут биороботы, будут какие-то беспилотные системы, которые будут воевать на поле боя, это оказалось очень дорого для американцев. Дешевле украинцев перекалибровать, вывернуть им мозги и запустить на поле боя. Я тут сделал расчеты. Оказалось, что самые дешевые у американцев, это бойцы ИГИЛ, они ко всему ничего не понимают и ничего не требуют. Они дешевле, чем рожок от автомата Калашникова обходится. И украинцы сейчас. Так украинцы оказались совсем ничего не стоят американцам. Вот та огромная военная помощь, которая оказывается, она ведь не Украине оказывается. Это просто топливо для войны. И, по сути дела, мы видим, что украинский народ, который не думает, у которого нет права что-то сказать против, потому что, если против, тебя либо расстреляют на передовой, либо насильно утилизируют где-нибудь там столкновение на Бахмутском направлении, еще где-то. То есть это новый тип войны. От американцев, получается, нужно только систему управления. Вот это потрясающе, мне кажется, по наполнению всему тому, что происходит, где-то инновации американцев. Это новая война. Нам это надо понимать. Исходя из этого, все, что будет происходить никак не связано с тем, что мы часто применяем к войне. Вот почему они не жалеют военных, а почему не жалеют мирных жителей. Вообще плевать. Полигон для испытаний. Единственный шанс, вот я хочу обратить внимание на Моровецкого, его заявление трехдневной давности очень крутое. Он говорит, что это удивительный шанс, впервые выпавший нам, впервые за сто лет уничтожить Россию. Ну, там, пошире он, но мысли простые. Уничтожить Россию. А значит, Польша сейчас пытается определять для себя новые перспективы. Это тоже интересная тема. Мы об этом никогда вслух серьезно не рассуждали. А у Польши какая перспектива? Это же очень важная тема. Ну, они же спят и видят себя в новой Речи Посполитой. И вот эти вот позирования польских наемников с эмблемой Почты России, они ведь тоже не случайными, я думаю. Все-таки это граждане Польши, как ни крути. Да, они открестились от них, мол, они не имеют отношения к официальным властям или официальным вооруженным силам, но это граждане Польши. У нас, если гражданин, где-то там с ним что-то случается, у нас консулы землю роют, да, там, что с ним, да как. А тут их там сколько, их там сотни, тысячи, мы не знаем точно, но их много. Я был когда в Брянске, мне показывали подразделения польских наемников с польскими флагами, я слушал лично перехваты, да, их очень много на Брянском направлении, они там у границы, Черниговские сунки и леса, они участвуют в координации и в том числе в диверсионной работе на Белгородском направлении, их везде очень много. Я подумал, зачем, что они делают, чего хотят, почему так активно я включен. И вот происходит такая дикая совершенно активизация так называемого русского добровольческого корпуса. Вы видите? Организация запрещенная в России, на всякий случай говорю вслух. Запрещенная в России, экстремистская организация, но еще один очень важный момент, ее фронтменом является некий депутат Государственной Думы, бывший когда-то Илья Пономарев, многим известный. И тут возникает очень интересный вопрос. А что это за организация? Я выяснил, ее нет. Такой организации не существует. Так же, как не существует мифических партизанских отрядов, которые должны освободить Беларусь. Их не существует так же, как запрещенную РДК. Теперь возникает вопрос, в чем схожесть, почему нам это важно учитывать для анализа текущих событий. Но когда я был в Белгороде, очень интересно, они заходят, снимают ролики, активно позиционируют, делают вызовы Гладкову к губернатору, приди, мы поговорим по поводу пленных. Я понимаю, что это не акция. И тут возникает вопрос, почему это происходит. Интересно, они это делают для того, чтобы прикрыть обычную диверсионную работу. Вопрос, зачем это прикрывать? Оказалось, что в Конгрессе США, в европейских кругах, в британских кругах, очень чувствительны к тому, что диверсионно-подрывные теннистические атаки осуществляются теперь уже на территории России и теперь уже в отношении просто мирных граждан. Потому что Шебекин сравняет с лицом земли. Миграционная волна 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, которые лишились крови, лишились места жительства. Для чего? Вот это интересно. Они прикрываются вот этим камуфляжем. Этот камуфляж это якобы повстанческое движение. Теперь они западу говорят, это не мы, не Украина сегодня нападает на Россию. Это люди, которые являются гражданами России, они болеют за свою землю. Они хотят ее освободить от тирамического режима. Вам ничего не напоминает? Вам не напоминает то, что делают БЧБшники там, с территории Колька? Да понимаете, и это напоминает. Но и самое смешное, мне это даже вообще времена смуты напоминает. Вот и поляки, да? И уже Дмитрий какой-то в виде этого бывшего депутата. Ну, конечно, ему далеко, наверное, до него. Но вместе с тем, ну, как-то очень много совпадений таких вот аналогий. Они, конечно, не могут быть точными, но вот что-то схожее. А это значит, что когда задают вопрос, вот Белоруссия ожидает, ну, стоит ли ожидать Белоруссии подобных атак? И многие эксперты военные вот так, сидя на диване, говорят, да нет, вот это вот, там, несопоставимые потенциалы. Вот начинают делать расчеты. А я говорю, что представьте себе, несколько месяцев назад, что Тюбекина будет атака, было невозможно. Невозможно, потому что огромная, мощная, ядерная Россия. Хорошо мы понимали атаки на Донбасс, на новые территории, но на Белгородской области не могли себе представить. Сегодня это реально. Все раз говорю, я был вот там позавчера. Ну и дроны на Москву тоже никто представить себе не мог. Давайте так. Исходя из этого, мы должны понимать, что технологию Польша отрабатывает сейчас на наших глазах. Интересно, что поляки и британцы, в первую очередь, стоят за атаками на Белгородскую область. Это совершенно точно оперативные данные. Интересно, что подобные сценарии они рассматривают и в отношении Белоруссии. Это тоже мы должны трезво оценить, потому что мы говорим, пойдут, не пойдут, не пойдут. Но диверсионные атаки, подобные нападению нашей Бекина, будут. И будут делать под прикрытием вот этих партизанских отрядов, идущих вот белокрасными, белыми там флагами, ЧВшными, так называемыми. И будет риторика на Западе, что это не Украина, это не какие-то западные коалиции идут. Это идут... Да, это невероятные белорусы. Ага. Мы это уже слышали, конечно. Но, вы знаете, я не знаю, послужит ли как-то отрезвляющее, хотя бы для белорусов, для которых так или иначе планируют использовать. Совершенно недавнее заявление руководителя КГБ Беларуси, я процитирую, КГБ Беларуси работает как СМЕРШ. Мы колебаться не будем, настроены решительно, нас ничего не остановит. Очень такое серьезное заявление. Оно, конечно, он вспомнил, что 80 лет организации этой, ну, с одним основанием, она недолго прочитала, три года, но призвана, к слову, наверное, самой эффективной службой контрразведки 20 века, многие так называют. Хочется верить и доверять главе белорусского КГБ именно в этом. Знаете, более чем стоит доверять. Я сейчас читаю Ронана Бергмана «Восстание, убей первым». Это тайная история израильских точных ликвидаций. Хорошая книга, правда хорошая книга, она скрывает логику того, как работают израильские спецслужбы. То есть прекрасное рассуждение о том, почему надо совершать точные ликвидации врагов государства. Очень хорошее объяснение, и глава МОСАДА там в этой книге объясняет, почему это надо делать. То есть я говорю не почему можно, а почему надо, и призываю наши спецслужбы, давайте мы очнемся. Очнемся от наших гуманитарных, каких-то романтических иллюзий, от представления, что международное право должно главенствовать, и это величайшее достижение цивилизации. Я могу еще долго перечислять те мантры, которые многие политики твердят. Мы находимся в мире, где работает единственная регуляторная сила. Это право силы и право победителя. Ликвидация одиозного лидера, любого, именно одиозного, это уничтожение энергии этого человека, которое двигало его соратников. Это посев страны. Это разрушение той инфраструктуры, которая построена вокруг этого человека. Это нарушение социальных связей. Это много чего. Это очень полезный метод. Точечная ликвидация лидеров, которые угрожают стране. Беларусь сегодня напрямую. Вы действительно побывали вот сейчас на Белгородщине, именно в тех местах, где действительно опасно. Шебекина, Толожанка. Послушайте, я с каким-то честным скажу вам, признаюсь, с восхищением посмотрел видео в вашем телеграм-канале, где вы показали девчонок, третьекурсниц медуниверситета и парня, Микаэл, по-моему, который не спал несколько ночей. Чтобы всем было понятно, там несколько девочек, волонтеры, насколько я понял, они просто пришли в места временного содержания людей, которых эвакуировали из этих поселков и просто от чистого сердца, что называется, помогают им, чем могут и как могут. Вот то, как они говорят, то, как они вот об этом говорят, без какого-то лишнего пафоса, без ура-патриотизма, абсолютно как-то спокойно и, несмотря на свой юный возраст, очень уверенно, мне так показалось, мне перед ними захотелось снять шляпу. Вот тут я увидел, что вот дальше, дальше этого, ну, не пройдет никто. Не знаю, у меня сложилось такое ощущение. У меня, кроме эмоций, было там два вывода, которые я просто, глядя на девчат, понимал и хотелось прямо кричать, друзья, давайте мы вот на это посмотрим под другой призмой. Это всех касается и вас, нас. Первый вывод. Конечно, всем тем, что там происходило, должны были заниматься не люди. Когда пошла первая информация, что Пошебекина бьют вот так, как там наносились удары, был просто железный дождь, там просто невозможно описать. Я просто, когда видел кадры, мои друзья снимали, это ужас вообще. И многие бросились на машинах, гвоздь заслоны, наплевав на КПП, на все, объезжая, вывозили людей. Но я хочу точно сказать, что вот прямо сейчас надо садиться и нам, и вам, и на этом опыте писать план, как действовать подразделениям МЧС и другим структурам, они должны были вывозить, не военные, они. Надо было развернуть уже на выходе оттуда оперативный штаб, которым разместил беженцев. Волна в 40-50 тысяч человек, это очень большая цифра. Дальше нужно работать с этими людьми, нужна другая медицина. Вот эти девочки, о которых мы говорим, они медики. Это студенты-медики, которые вот на момент, когда я приехал, четвертый день не спали. Этот адреналин, помощь, я говорю, ну вы же, говорю, не военные медики, вы же не военные врачи, они говорят, какая разница. Людям плохо, а мы присягу давали. Присягу врача. И это, конечно, заслуживает уважения. Поэтому технологический вызов, я сказал, нужно писать план и предполагать, что в случае подобной ситуации, когда под огнем надо было навыводить людей, нужно иначе действовать. И потом сейчас, когда я смотрю проблем у тех, кто отселился, опять-таки субъект потрясающий, глотков, замечательный губернатор, делает все возможное. Но это не региональный мандат. Эту помощь надо оказывать на уровне федерации. Должны идти караваны с помощью МЧС, должны работать федеральные уровни врачи, которые знают, как оказывать помощь, потому что на уровне, вот представьте себе, огромные локации расселения, люди не только в ПВРах, еще и в семьях, еще где-то в снятых квартирах под 12 человек живут и так далее. И это все не должно быть разрознено. Это надо было собирать в одном месте и централизованно всем помогать. Это правильно. Это первый вывод. А второй вывод, знаете, такой, не очень лицеприятный. Когда внизу такие люди, внизу. Мы внизу, я внизу. Это колоссальный вызов элите и тем, кто находится у политического руля. Надо быть достойными по дерзкости, смелости принятия решений. Надо быть достойными по трезвости оценки ситуации. Главное, по умению смотреть правде в голову. Не болит ли? Это не странно. Стратно не разглядеть правду, а потом нести историческую ответственность. И вот глядя на этих людей, я, ну, честно говоря, только об этом. Возможно, вам будет неприятно говорить на эту тему, но очень часто и много говорят давно о неких красных линиях. Их ищут. Давайте так уже откровенно. Я не знаю, что должно еще произойти. Попробую так, по памяти Дугина, татарский, уже не вернешь. Прилепин взорван. Ну, говорят, ему сейчас нужно заново научиться ходить. А рядом с ним сидящий его друг-товарищ, он же и водитель и телохранитель, насколько я понял, погиб. Тоже не вернешь. Атаки на Белгородскую область. Чего, действительно, вы правы, мы какое-то время назад даже представить этого не могли. Ну, как когда-то не могли представить, что северные потоки могут быть взорваны. Ну, как еще раньше не могли, в принципе, представить, что такое будет происходить с нами. Сейчас вот этот дамба. Мы еще вот сейчас говорим об этом, мы не знаем, что будет завтра, как поведет себя эта стихия, это огромное количество воды, это море, которое просто разливается сейчас. Что будет завтра, какие последствия для экологии, для людей, для всех. Ну, вот вы были в Шебекино, вы там увидели эту красную линию? Я другое место назову в контексте тысячи оттенков красных линий. Плохой мемо, он исторически войдет в учебники, будет плохо характеризовать тех, кто принимал решения, очень плохо. Особенно если все, что происходит сейчас, окончится договоренностями, которые просто переведут на некоторое время и в наследство поставят моим, моим внукам уже более тяжелую, кровавую войну. Но есть другое место, где я все это ощущаю. Я был на одном кладбище, не буду говорить, где. Там у нас общая традиция, мы все-таки один народ. И традиции одинаковые. Ну, там вот ты стоишь, а там знамён. Их много этих знамён. И вот ты стоишь, и знамя, триколор, знамя, девиз, на ветру бьёт тебя по лицу. Отчаешь запах, потому что там был знамя пропахшее, горьё, дымом, окном, всё раненое, с дырками от пуль, от пуль. Ты стоишь, и понимаешь, что цена, которую мы платим за определенную нерешительность, если хотите, в определенных вопросах, она вот такая. И я для себя твердо понял, вот место, где я стою, является красной, чёрной, зелёной просто границей, которая отделяет нас от возможности пойти на попятку. Нас лишает права идти в уговорённости. Нас лишает права юлиить, подпрыгивать на цыпочках перед Западом. Эти люди сейчас смотрят с того света на нас, требуют ответа за то, что не прыгают. Очень многого из того, что уже должно было начаться. Поэтому тема красных линий. Эта тема для меня больших размышлений, ещё и потому, что я предполагаю, я здесь могу просто допустить, предполагаю, что многим это сейчас покажется попыткой изглавить от выгородить. Дорогие мои, нет. Я просто, как вы, пытаюсь размышлять, может быть, где-то часто на базе более масштабной информации, да, более точной. Но мне кажется, что есть более серьёзные вызовы, которые стоят перед руководителем нашей страны. Есть более серьёзные ультиматумы, есть более масштабные угрозы, исходя из них. Сейчас здесь делается всё, чтобы с одной стороны сохранить страну, с другой стороны не допустить масштабного пролития, более масштабного. С третьей стороны, всё-таки найти не дипломатические, не традиционно дипломатические, а какие-то иные пути выхода из этой ситуации. Я приведу некий апокалиптический сценарий. Вот, давайте, допустим, сейчас мы начинаем применять, например, тактическое ядерное оружие по скоплению противника. Проблема? Я считаю, нет. Это не надо делать. Технически это возможно, да. Да, просто мы имеем на это законное право, вот мы начинаем применять. А, например, англосационский мир говорит, хорошо, вы начинаете применять, отлично. То есть вы не поняли то, что мы вам говорим. Мы тогда начинаем агрессию. Какую? Южная Корея, Япония, Филиппины. Наши множественные гибридные подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе начинают военную агрессию на Дальний Восток. Почти уже 600-тысячная группировка НАТО на границах России начинает атаку по всей линии. Включаются сюда прибалтийские государства, Яндия. Включаются сюда европейские подразделения, Польша, которая рвет и мечтает начать военные действия. То есть против нас вдруг начинает двигаться армия ответственностью, скажем, 5-7 миллионов человек. Чего делать? Мы должны понимать, что в этой ситуации вокруг России настолько сложная и взрывоопасная, что может сценарий раздаться такой, который мы даже в всем страшном сне не увидим. В этой связи я не знаю, но я предполагаю, что при давлении этих угроз России вынуждено искать как в очень сложном лабиринте выход из этой ситуации. С одной стороны, не ослаблять движение на Украине, но когда я начал вот эту карту, о которой я говорил, смотреть, а там много других компонентов, там есть у нас Северный полюс, там есть у нас Канада, то есть много других государств, которые готовы начинать движение на России. Альянс стран, в том числе цивистические группировки, которые скоплены в районе Сесирии, Уфганистана. То есть как ты на это смотришь, у меня моментально, представьте, это бывает, как будто бы нагадать. Украинский конфликт сжался в маленькую точку. Я вдруг понял, что вокруг страны, вокруг России, Белоруссии, такие очевидные напряженности. Мало не по карте. Именно по этому. Президент России на 9 мая пригласил среднеазиатских лидеров, потому что он понимает, что там американцы пытаются собрать пояс и разрезать таким путем нашу ось с Китаем. И поэтому Китай сейчас ими начал заниматься. То есть все очень сложно. Ну, очень хочется действительно верить, ну, лучше быть, конечно, уверенным в том, что... Нет, вы абсолютно правы. Когда вот просто так получается, что, ну, Украина все-таки близкая к нам. И хочешь не хочешь, фокус нашего внимания, он весь туда. Да, и вот взглянуть шире, ну, не всегда просто получается так вот, ну, абстрагироваться, если хотите. Я прекрасно понимаю, что у лидеров и у Владимира Владимировича, да и у Александра Григорьевича гораздо больше источников информации и, как минимум, и, соответственно, возможности и принимать какие-то решения. И они тоже смотрят на этот мир, я уверен, не в розовых очках. Ситуация часто мешает очень важное искажение. Оно основано на том, что мы полагаем, что, наверное, руководителям чего-то не доносят. Мы же так думаем, часто нам такое рассказывают люди. Ну, такая история давняя, да, что вот царю бояре врут. Ну, это вот такое, оттуда как-то... Я могу сказать совершенно обоснованно, основываясь не на экспертном мнении, просто поверьте на слово, есть и основания. Президент России и президент Белоруссии знают все очень хорошо, все детально, знают без приукрас, знают без полировки. Вот эти розыск о том, что вот, идет рапорт передовой, что там сначала нет пулемета, а когда доходит до президента, там пулемет одевать некуда, это тоже чушь собачья. Ну, чушь это все, ну, друзья, ну, ерунда. Поэтому я еще раз говорю, что те или иные движения, которые сегодня происходят, они основаны не на той информационной базе, на которой стоим мы. И поэтому мы по-разному понимаем реальности. И нам надо с этим согласиться. Так устроена политическая система. Вот так, ну, к сожалению. И я теперь думаю, а не лучше ли было, например, президенту России каждый вечер выходить и говорить, друзья, я вам сейчас объясню, вот поймите. Я вот не дал команду вот сюда наносить удар, но вы не переживайте, я объясню это потому, что мне внешняя разведка доложила о движении такого-то контингента, например, на Филиппинах, на военной базе США или еще где-то. Ну, есть туман войны, друзья, но давайте мы трезво обратно к тому, что происходит. Снялись из языка, да. Ну, будем верить лучше. Спасибо вам большое, Сергей, за этот разговор. Я еще раз благодарю вас на самом деле за то, что вот вы, я вернусь все-таки к этим девочкам. Мне кажется, вы знаете, красная или какая там угодно линия, каких угодно оттенков, она все равно пролегает где-то у каждого, ну, у нас здесь. Она не где-то там на Белгородщине или там в Херсоне или, может, в Минске, нет. И не на Дальнем Востоке. Она вот здесь. И чем ярче и точнее, точнее мы будем это осознавать, тем нам проще будет смотреть на то, что происходит и на Украине, и вокруг наших государств. И адекватнее реагировать просто на это все. Мы совершенно точно победим, у меня нет сомнений, но, к сожалению, будет все чуть дольше, чем нам хочется. Поэтому вам огромное спасибо. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!